11 лет назад образовалась Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. За короткий по историческим меркам срок служба стала мощным инструментом в борьбе с наркобизнесом. Сегодня в Управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков рассказали о результатах своей работы. В Чувашии на протяжении последних лет наблюдается снижение показателей наркотизации. По итогам 2013 года они в 1,6 раза ниже окружных данных. Более того, в прошлом году не зарегистрировано ни одного смертельного отравления наркотиками. На благоприятное состояние уровня преступности в Чувашии влияет и социальная обстановка. В прошлом году республика была признана самым спортивным регионом России. Благополучная ситуация выстраивается и в молодежной среде. И сегодня одна из главных задач правоохранительных органов – сохранить эту стабильность. У нас с вами есть замечательные результаты в прошедшем году, наши совместные деятельности. И одно из них, пожалуй, одно из немногих в Российской Федерации – это выявленное преступное сообщество распространителей наркотиков. И не только в нашем субъекте, но и в соседних субъектах. Это очень высокий результат работы. Это показатель высокого профессионализма, прежде всего вашего. Несмотря на проделанную работу, возникают новые угрозы и проблемы. Преступники постоянно ищут пути, чтобы обойти законы. Борцы с преступностью вынуждены постоянно быть на чеку, чтобы добиться эффективности действий. Я хотел поблагодарить этот день и население нашей республики за тот вклад, за ту работу, которую мы делаем совместно. И только совместным усилием мы можем преодолеть и бороться против этого зла, против наркотиков. Чувашия не раз отличалась как благополучный регион в отношении наркообстановки. Но, как отметил начальник управления ФСКН, это лишь еще раз напоминает о том, что нельзя ослаблять усилия. Когда ситуация находится под контролем, это налагает двойную ответственность. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Анастасия Алексеева, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.